Здравствуйте, дорогие зрители канала Растения Укр. Сегодня мы говорим о хавортии. Очень симпатичное растение из рода суккулентов. Его очень украшают длинные иголки на концах. Но больше они похожи на ворсинки. Получается розочка с когтями. Очень симпатично. Ухаживать за ней очень легко. Самое главное за ней не ухаживать. Поливаем мы ее где-то один раз в две недели. Не нужно заливать часто. Она просто сгниет, как любой суккулент. Ставим на достаточно яркое место. Единственное, что если солнечный луч прямой через окно будет на нее падать, окно становится линзой и на теле появляются ожоги. Если вы хотите этого избежать, поставьте ее в легкое притенение. Но все-таки сторона должна быть южной. Если вы поставите ее в более темное место, между листвой начнется подтяжка. Она будет выше, бледнее. Особенно бледнее у основания листа. Это не будет красивым. А вот на ярком освещении вы видите, что она не чисто зеленая. А у нее в цвете присутствует оттенок синего. И пупырышки, вот эти вот характерные для хавортия, они голубоватые. Бывает еще хавортия с белыми пупырышками, но здесь они голубоватые. Это делает ее очень экзотичной. Если вы поставите ее в тень, все это соцветие уйдет, и она будет зеленой с салатными пупырышками. Ну, за что боролись, на то и напоролись. Размножается она очень легко. Как вы видите, у нее отрастает большое количество деток. Вот на этой их три. На вот этой еще больше. В ближайших роликах мы снимем о том, как отсаживаются детки хавортии. И как лучше их укоренить, как лучше рассадить. Но пока мы этого делать не будем. И будем наблюдать за вот такой вот очень симпатичной, почти каменной розой. Скажем так, потому что каменная роза это не она. Но все-таки очень похоже. Вернемся к уходу. Опрыскивать ее не нужно. Дело в том, что суккуленты редко нуждаются в опрыскивании. Вы можете обрызгать ее только в том случае, если на листве скопилось большое количество пыли. Просто из душа обмойте ее и поставьте в проветриваемое место. Она себя будет прекрасно чувствовать и красивее выглядеть без слоя пыли. Это естественно. Смотрите наш канал и учитесь вместе с нами. Всего доброго.